мы передали тебе все знания все пять книг да ты обрела мудрых тысячи поколений за пару месяцев ты же долбанная морисью на кой черт всю жизнь учиться верно ведь а теперь пора выебываться видишь того придурка на истребителе если сама кочку не споткнется руби блин кадр мелькает так меня сейчас тошнит ой это же лендо колорисен я знаю кого убьют в конце фильма блин а сноук-то сдох кто ж теперь будет главным злодеем а мне все в порядке пал палыч вернулся чё ты ржешь дурак еще не знаю что в этом фильме с тобой сделают может тоже разрубит от головы до жопы как сноука привет детишки добро пожаловать давно хотел снять этот ролик но никак не мог определиться с форматом просто хотел объяснить почему я не пойду на новые звездные войны и почему вам не стоит этого делать но чем больше выходило трейлеров чем больше неоправданного ажиотажа поднималась вокруг девятого эпизода тем больше меня бомбило поймите меня правильно когда-то я был огромным фанатом звездных войн я не просто был в восторге от них я был в неописуемом восторге и нет это не потому что я был младше просто вселенная была и правда интересная и качественная я как и многие другие фанаты следил за выходных фильмов книг игр особенно книг вот уже где фантазия могла разгуляться я готов был смаковать их днями напролет теперь же теперь же мне плевать мне искренне плевать на то что произойдет дальше со вселенной потому что с выходом новейшей трилогии а именно с выходом восьмого эпизода который подтвердил опасение всех здравомыслящих фанатов вселенной звездных войн мертва мы простились с ней и похоронили поплакали и успокоились дальше все будет плохо и мы это знаем почему же тогда такая реакция спросите вы все просто фантомной боли видите ли очень трудно смириться с тем что над объектом то его восхищение так издевается что его труп откапывают и уродуют у тебя на глазах под веселые хохот и надрывистые крики типа ты живешь прошлым а мы мол такие все современные двигаемся в будущее не то что вы старперы очень удобная позиция создание ложной дихотомии там где ее быть не должно в принципе мол это не фильмы такие дерьмо это просто ты живешь в прошлом так что уж простите меня я не могу совершенно спокойно к этому относиться и в то же время я уже смирился что все будет плохо к сожалению не все понимают подобную реакцию общественности ну что поделать некоторые люди таких немало склонны оскорбляться по любому поводу потому что быть оскорбленным это психологически удобно человеку если вдруг кто не знал это как минимум дает себе повод заметьте повод не причину назвать противоположную сторону тупыми придурками и прочими замечательными словами потому что как же так меня же завуалированно назвали говноедом как я могу не ответить на самом деле очень просто иногда и я занимаюсь тем же смотрю что-то или играю во что-то низкокачественное получает это удовольствие потому что такие вещи индивидуальные и субъективные когда речь заходит о единичных случаях ну какой бы пример привести вот скажем starfall онлайн который я рекламировал игра действительно неплохая но и мягко говоря есть куда расти но вместо того чтобы играть какой-нибудь battle fleet армада которые на несколько голов лучше нее я играл именно в starfall и получал удовольствие но при этом я понимаю что подобное качество игры это не пример для подражания и проект этот далеко не самый выдающийся сами понимаете я объективно понимаю что если игры будут делать такими то их качество будет непотребным также я понимаю и то что если я получил от нее удовольствие это не оправдывает ее минусы особенно в массовой культуре тоже и с новыми звездными войнами получили удовольствие молодцы говноеды ли вы да нет конечно боже упаси но вот когда вам начинают по пунктам объяснять почему именно новые звездные войны это гнайник на теле франшизы а вы начинаете их оправдывать исключительно фанатизмом не прибегая к реальным фактам вот это уже говноедство и когда вы начинаете оправдывать это тем что мол ну люди же смотрят это тоже говноедство потому что одобрение масса само по себе это не критерий противном случае весь творческий посыл сведется не к созданию удовольствиемого продукта а к поиску достаточно лояльной массы потребителей что по факту и случилось как бы тебе не нравились новые фильмы нельзя не признать что художественной ценности в них не на грош окупаются они именно за счет мастерски прибитой к профиле и в массовой культуре вкус потребителя не заведен до такой низкой отметки что достаточно просто приделать несколько спецэффектов пригласить пару знакомых лиц присосавшись к бренду как пиявка к заднице и все хит готов а вот то что в совокупности как раз и составляет художественную ценность объекта творчества посыл логика мораль эволюция персонажей все это вообще отсутствует и звездные войны в данном случае лишь продукцию его времени этим страдает очень многие современные кино и игры блокбастеры потому что зачем придумывать нечто интересное великое если можно действовать по описанному нехитрым рецепту и правильно воспитанные химички и будут и так считать это великим все равно они то есть мы с вами пойманы в ловушку современных реалий вот я сейчас буду призывать вас не идти на звездные войны но кто всерьез так сделает осознанно половина скажет это ничего не изменит и все равно пойдут конечно не изменит с таким подходом к жизни ничего никогда и нигде ни в каком аспекте вашей жизни другие все равно сходят просто потому что хочется в кино а звездные войны умеют быть зрелищными это у них не отнять а то что потом не в голове не в жопе ну так какая разница третьи пойдут за компанию в этом случае как правило уходят не ради фильма ради компании а деньги капают в кассу спонсируя этим очередные эпизоды так и живем и все-таки если седьмой эпизод собрал огромные деньги просто по той причине что соскучившиеся фанаты и новоприбывшие подаваны ходили в кино раз за разом то восьмой по второму разу уже мало кто пересматривал и хотел бы я чтобы последний не смотрели вовсе эх мечты мечты что ж давайте я раз и навсегда расставлю точки над и почему я отрекся как бы пафосно это не звучало от новых звездных войн почему я не пойду на них и почему не советую делать этого вам причина первая новейшая трилогия это надругательство над классикой отсылках самих по себе нет и никогда не было ничего плохого но все хорошо меру когда я делал чуть ли не покадровое копирование это уже чересчур даже для воровства у самих себя впрочем так ушли у самих себя если хидетака миадзаки в dark souls 3 почти полностью воспроизвел dark souls 1 он помимо лорова сюжетных обоснований имел еще и моральное право на это это его творение он создал темные души а что создала деснеевская мышь она ничего не создала она просто выкупила франшизу и теперь насилует ее как несчастную проститутку помните фильм летучий корабль где на вопрос построишь богач отвечал куплю вот представьте он его купила потом обклеил граффити плакатами пригласил туда куртизанок дружков наркоманов и превратил в притон вот это новые звездные войны дом культуры купленный наркодилером и превращенный в еще один филиал удовольствий имени слонеж к имеющимся образом и идеям деснея не имеют никакого отношения именно поэтому они так легко над ним издевается потому что им плевать не они же строили а ломать всегда легко не получится со звездными войнами купим чем-то еще посмотрите они в последнее время только и делают что переснимать старые на новый лад все эти королевые книги джунгли малефисенты и прочие сказки не от душевного порыва появляется а от того что это приносит очень хорошие деньги и делается на коленке ведь придумывать ничего не надо все уже давно придумали за тебя ведь мы живем не только в век говноедства но и век скудоидейности представьте на секунду никто и никогда не слышал о звездных войнах до сих пор и вот выходит новейшая трилогия глупая нелогичная дебильная с бессмысленными пустыми персонажами но красивая и зрелищная ну кто бы о таком сказал хоть что-то хорошее малая порция похвалы была бы да да и то лишь за картинку но картинка обусловлена опять же не желанием сделать что-то прекрасное а желанием срубить побольше бабла в наш век капитализма стали бы они выделять такой бюджет на что-то никому неизвестное да и дело не только в бюджете джордж лукас как и многие другие ныне признанные гении кино вроде джеймса кэмерона начинали с мастерских извращений на съемочной площадке чехарда с миниатюрами с разноплановыми съемками с комбинированием с мудреными куклами все это стоило три копейки поэтому и приходилось так выкручиваться потому что такие режиссеры хотели снять хорошее кино они сами готовы были критиковать свое творение и делали это это был тяжелый и тернистый путь а тут чего влупил бабла и больше ничего не надо видели трейлер тогда посчитайте сколько в том трейлере что было в начале ролика отсыла к оригиналу звезда смерти тысячелетний сокол ли чуи ланда сиди у звездный разрушитель тай-файтеры это все узнаваемые образы которые у нас уже вызывает оторопь а не зная о них никто кому бы было не плевать это же на сколько надо было опустить вкусы фанатов и общую планку саги в принципе чтобы тупой и нелогичные но хотя бы смотрибельный просто смотрибельный изгой 1 выглядел шедевром на фоне упоротого восьмого эпизода и не менее упоротого хана соло к слову они хана соло пытались именно по этим лекалам сделать им показалось что они нащупали оптимальный путь качественного кино но копеечные для диснея сборы показали что секрет заключался лишь в том что на фоне отвратительных прошлых фильмов даже зеленый слоник выглядел бы шедевром мирового кино и как только они не получили нужные модачи сразу обиженно начали верещать о том что зрители не оценили их стараний и теперь они свернут лавку годноты с кучей приквелов и в боквелов а девятый эпизод так и вообще станет последним они-то планировали минимум еще 150 таких снять да вам не то что завершать на девятом вам вообще нельзя было прикасаться к франшизе бездаре неграмотное и это все паразитизм в действии и второй аспект этого паразитизма новый канон с одной стороны спасибо тебе десней большое за то что ты официально отделил грязь от классики да в расширенной вселенной было немало своего дерьма что ж там но а то дерьмо не шло ни в какое сравнение с тем дерьмом которым нас накормить пытаются сегодня с другой же страны вы чё всерьез думаете что новый канон был создан по той причине что старый был засорен если вы в это верите то вы наивны как дети просто в старом каноне нужно было разбираться а это слишком сложно для головы с большими ушами именитые писатели по одобрению локуса носили ему свои сценарий на одобрение так и создавалась расширенная вселенная и на каждого дебильного галина марика были свои южань вонги на каждого придурковатого дарта крайта был свой корон хорн или кайл катарн да и с уже известными персонажами авторы обходились так что их поступки не выходили за рамки их характера учитывая арки персонажей и главное за пределы логики вещей да и логики конкретно этой вселенной тоже дарт бэйн дарт мол вальшантилес люк скайуокер и прочее все ощущались живыми реальными личностями где-то сильными чем-то слабыми и уязвимыми даже самые раскрутые ситхи и джедаи но кто такие эти тимоти за андрюк арпикшен сальватор и ч лохи и вообще сложно поэтому перечеркиваем старый канон но перечеркнуть то перечеркнули а о глядите крейсер из древней республики летит а не погодите он теперь не древний он же современный один во о гляд артере а подождите кайло рэн кайло рэн да марабант вместо кариба на полное низведение силы до обычного колдунства изменения ради изменений отринули канон чтобы тут же его вернуть переваренном виде если память мне не изменяет в одной из книг не помню название где описывались синтедроиды идентичные живым инженеры использовали в качестве сердечники кристаллы под названием тсил так вот эти тсил и уж простите за спойлер оказались разумными существами с помощью образов пытались объяснить люку положение вещей но так как общаться они на понятном языке не могут они просто брали образы из головы люка и потому последний лицезрел в видениях как джаву обрабатывают на станке и засовывают доспехи штурмовика так вот к чему это новый канон это такой же страшный и нелогичный сон где вроде бы образы узнаваемые но что они творят какой логике повинуется чем мотивируется неясно совершенно опять же когда они поняли что на повальном копировании далеко не уедешь они принялись придумывать что-то свое и уж лучше бы они просто продолжали копировать и это вторая причина по которой можно считать вселенную мертвой логика вселенной и общая логика всего происходящего просто крякнула и с хрустом приказала долго жить рванув как звезда смерти после набега повстанцев падение боб космосе расшатанные корабли которые опасно пинать ногами звездный разрушитель неспособный противостоять старенькому истребителю гиперпрыжок в корабль после которого так и хочется воскликнуть ебану мать а какого вы так раньше не делали то а какого вы не взять без пилотника не разогнать его так же материализовав его внутри вражеского крейсера например в рубке или в энергобатарее извините просто от этого бомбит больше всего звездные разрушители входящие в атмосферу и что самое интересное легко из нее выходящие какие-то осьминоги живущие у черной дыры питающийся видимо праной не иначе человек в космосе без скафандра и не надо мне писать про силу сила это не чит-код отключающий логику реалистичность для отдельно взятого персонажа а тем кто с умным видом не будут заявлять что-то вроде а реалистичность то там же звуки и огонь в космосе я хочу напомнить что даже фэнтези и фантастики есть реалистичность какие-то моменты опускаются в угоду зрелищности и называются условностями остальное же будь добр соблюдать и упование на наличие звука в космосе это отличная отговорка для тех кто просто не разбирается в кинематографе игровых проектах литературе вообще ни в чем и не может отличить хорошие от плохого с тем же успехом можно сказать что раз звуки в космосе есть то давайте тогда в звездные войны прилетит фея с волшебной палочкой и превратит рэй например в адмирала трауна нормальный ход да или все-таки должны быть какие-то грани разумности и логики и в новейшей трилогии подобные грани систематически рушатся до феи с палочкой конечно не дошло но сильно легче от этого не становится подобного дебилизма просто не счесть каждый кадр им пропитан вы вообще понимаете что все это обесценивает прежние наработки вселенной всю классическую трилогию герои сражались с империей чтобы привнести свободу в галактику плясали на эндере думали победили а вот хер вам вот вам ваша новая республика тупая несуразное неспособное направление у него даже армии блять нет действительно кому она вообще нужна эта армия у нас же нет врагов нет ни останков империи ни неизведанных регионов из которых могут понабежать серу вьюжань вонги ситхи мандалорцы или еще какие-нибудь тираниды да что там тираниды любая шайка бандит вы способны справиться с ополчением столицы планеты может захватить на ней власть армии то нет что уж говорить о криминальных авторитетах которые могут попросту купить личную армию и захватить систему за системой и никто ничего этому не противопоставит кроме разумеется других охочек до власти бандитов превращая галактику в бандитский петербург я напомню многие системы вставшие на сторону сепаратистов в войне клонов не делали так потому что были злыми или потому что ими управлял ситх нет просто они видели что республика поклявшаяся их защищать не может защитить ни их ни себя ведь помимо глобальной галактической войны шли еще и локальные планетарные войны обычный конфликт интересов на планеты нападали их грабили захватывали свергали правительство занимались незаконной добычей важных для целостности планеты ресурсов а республика ничего не могла с этим делать или могла но не делала а иногда она просто поддерживала не коренных жителей планеты а интервентов от чего и получала потом заслуженно на свою голову таких замечательных персонажей как гривус вопрос на кой тогда состоять в республике которая никого не может защитить изначально в принципе потому что у нее отсутствует военный аппарат собственно именно так и возник первый орден вдруг откуда ни возьмись никогда такого не было и вот опять и нечаянно заимел колоссальные ресурсы которых не было даже у империи или вы думали что эту недозвезду смерти строили танжики за бесплатно из ракушка говна откуда у них ресурсы от верблюды не задавайте глупых вопросов это же ситхи ну уж понимаете они же злые вы лучше на это внимание обратите а не на то откуда у них дорогущие корабли идеально поставленная военная машина при том первый орден недоволен республик и хочет ее свергнуть то бишь они сепаратисты или же повстанцы ёпта а без зубы унылая республика ничем ответить не может взрывая планета убивая граждан чё хочешь делай нет у нас армии мы что все за мир во всем мире и вообще долбанку по жизни ничему нас опыт старой республики не учит ведь у тех тоже армии не было и чтобы захватить власть стравив галактику в войне бедному палпатину пришлось для этих дегенератов сначала аж две армии вырастить а вот у древней республики армия была потому что все время существования любого галактического строя шли так или иначе войны не всегда галактического масштаба но шли представьте какой бы был подарок для древних мандалорцев если бы они вторглись армии нет и джедаи разбежались потому что во главе стоял кретин думаю они бы тогда просто ушли потому что скучно таких завоевывать так что в новейшей трилогии вместо галактического строя обязанного защищать своих граждан за него сражается пресловутый альянс повстанцев тот самый классический при том их состав полторы тысячи дегенератов на старых корытах довоенных времен потому что республика официально не признает альянс что помогать им защитить их же самих не вы чё все норм подумаешь по пяти планетам разом этого еще во времена звездной кузницы не жили сосанки получается что и первый орден повстанцы и повстанцы повстанцы вся трилогия это противостояние двух повстанческих группировок одна из которых куча бомжей и неудачников во главе с королевой неудачников лей органы и просравший все полимеры с таким трудом накопленные а по другую сторону у нас просто армада тупорогих болванов во главе с кретином в банном халате которые могли бы в лёд захватить всю республику но почему-то гоняется за бомжами потому что люк скайуокер а что собственно люк скайуокер извините противостояние империи повстанцев было противостоянием ситхов и джедаев за ширмой политики да люк скайуокер был могучим джедаем и лидером чуть ли не мессией а тут он просто неудачник решивший прирезать ученика только лишь при подозрении того в наличии тьмы внутри он человек который в повелителе ситхов в повелителе ситхов воспитанном ситхами и столько лет погрязшим во тьме нашел свет и вывел к нему этот же человек решил прирезать ученика потому что увидел в нем частичку тьмы и даже этого не сумевшись делать как следует и потом еще смотался в ебеня как крыса наплевав на друзей на семью на всю галактику в целом и сидел там попердывал и ныл о том что время джедаев прошло не зря же марк хэмилл в открытую говорит что это не его люк скайуокер и смело хоть и завуалировано шлет десны в задницу с их новым каноном харрисон форд молодец поступил более дипломатично затребовал себе такой гонорар что он составил чуть ли не половину бюджета ходят слухи что он сделал это увидев сценарий и именно он попросил чтобы его в конце прирезали потому что быть персонажем такого дерьма не хочет никто как поступила карри фишер не знаю да уже и неважно она ушла из жизни более года назад и мы плавно переходим к третьей причине не смотреть и не поддерживать развитие новой вселенной она полностью бессмысленна то есть какой в ней посыл она о чем о том что старое должно уйти нет это мы поняли убьем старых в угоду новым хорошо люк мертв хан мертв причем вывели их из игры позорно показав глупыми неудачниками в лучшем случае меня тянет блевать от момента где люк пьет зеленое молоко ждунов и она стекает у него по бороде как же это мерзко к этому еще вернемся я уверен они также в конце выведут и остальных из игры вплоть до оси 3 пио всех старичков ладно старые откинули что у нас есть нового рей вместо люка круто концентрированная мэри сью способные на все без обучения и мудростью тысячи поколений за месяц овладеть и обычно у джедаев бою одолеть и корабль водить который впервые видит и одурманивать чужой разум еще вчера услышав про силу на что у джедаев между прочим уходят года тренировок а иногда и вся жизнь она такая просто потому что если логика противоречит ее с юшности тем хуже для вашей логики тем более что логика и тут и так особо то не заморачивается возвращаясь к молоку ждуна кто-то из вас может не знать но подобные кадры там не просто так это такой режиссерский ход призванный вызвать отвращение к персонажам и конечная цель этого действия на контрасте с мерзким персонажем возвысить нужного тебе то бишь рей знаете это как в пресных фанфиках про попаданцев там точно такой же прием используется надо принятить соурона малфо кого угодно чтобы на их фоне величавый вася пупкинс выглядел чем-то стойчим по той же схеме люди глумятся и издеваются друг на другом школе чтобы через унижение возвыситься просто посмотрите на люка он трусливый так как сбежал от опасности и не желает помогать даже когда друзья и родные в беде он слабый ведь он не может справиться с той кто впервые в руки меч взяла он мерзкий со своей зеленой малофьей на бороде он тупой потому как решил убить ученика на секундочку собственно племянника вместо того чтобы провести с ним воспитательную работу и тут на его фоне рей и красивая что кстати спорно честно общение моем вкусе ну да ладно и молодая и силой пользоваться умеет уже на уровне крепкого такого рыцаря и мечом орудую чуть ли не мастерский и вся такая за хорошие против всего плохого омерзительный персонаж наблюдать за которым противно просто потому что он не живой это эффект зловещей долины даже могущество сраного галина марика объясняли более внятный правдоподобно вместо хана тут у нас по пока что единственный кому лично мне сложно придраться да это наверное лишь потому что пока что ему не дают развернуться и причем не дает развернуться тупизна сюжета напичканного современными культурными ценностями вроде феминизма и прочего дерьма от мира суфражизма ну и негр штурмовик клянусь я минуту не мог вспомнить его имени настолько невзрачный и дело тут совершенно не в расы принадлежности это как раз таки и логику не нарушает просто перед нами солдат который поехал кукушкой увидел смерть товарищей и потому принялся тех самых товарищей с кем работал всю жизнь активно истреблять пачками а уж какая у него полезная роль в восьмом эпизоде вау вырежи и полностью никто вообще не заметит это видимо замена ли не знаю кто еще кайло рен замена вейдеру этот вот психованный юноша не тянет на злой на антагониста в целом тем более с такой рожей нет лицо у него нормальное она просто совершенно не подходит подобному персонажу совершенно не подходит кайло рен должен был стать вторым вейдером а вейдер это не просто шлема доспехи это харизма вот что такое вейдер харизма который напрочь лишен актер играющий кайло рена при том исключительно в рамках звездных войн с другими проектами у него почему все в порядке может просто режиссер говеный по факту это такой же эдвард из сумерек просто в антураже звездных войн без такой противоречивый желанный мама миа он мне напоминает помесь куэллора и бракеса были такие персонажи в старом каноне один тоже носил черную маску и косплеил дарта нехиллоса любил выпендриваться и до выпендривался кстати советую очень эту книгу называется новое восстание второй тоже подросток максималист которую вокруг пальца ввела шайка оборванцев притворившись императорской гвардией вот нечто среднее между ними это кайло рен в качестве собачонки на поводке он выглядит нормально но не в качестве центрового злодея и уж точно не в качестве главного антагониста ну хорошо кто еще с ног но вот это я понимаю находка хер в банном халате чья жопа в отличие от тела так и осталось сидеть на троне его нелепая смерть намеренно была показана насмешливо это видно и в том как его убили и в том как он лежал в каких позах каких ракурсах зато сколько пафоса и рассуждения о темной стороне микки маус придумал новый образ но забыл его прописать позже диснея это понял поэтому и слил эту убогость в унитаз и кто же занял его место если все старое должно уйти в прошлое так какого ж хера сидел из опять здесь если старый канон где он возрождался трижды глуп почему снова возродился да потому что они не способны ничего своего придумать они лишь паразиты как арбалистки на теле дарта бэйна только от последней хоть польза была я вас уверяю они сиделся сольют и как персонаж убив его в конце и как образ превратив его в то дерьмо в которую превратили собственно говоря лея люка и других старичков весь фильм они будут сражаться против императора хотя по факту с точки зрения сюжета вся галактика должна в едином порыве кинуться в ноги сидел из слезно умолять его взять все под контроль потому что все минусы империи меркнут по сравнению с минусами это ни на что не способны республики никчемных повстанцев от долбанутого первого ордена совсем своим неприкрытым расизмом и военной диктатурой царившими во времена правления императора галактика тем не менее держалась в ежовых рукавицах и никакие сраные первые или последние ордена или еще какая-нибудь кучка оборванцев из другой галактики не смогла бы навредить гражданам империи и между прочим в старом каноне жители галактики это понимали потому то спустя много лет империя и республика существуют вместе официально и находятся в союзе потому что есть свои плюсы в каждом строе а при строе показано в новейшей трилогии остается только жечь покрышки от крестокрылов и кричать полпатын преде порядок на виды и все происходящее будет приправлено давлением на ностальгию узнаваемые образы закадровый голос в трейлере и конечно же шикарный без дураков саундтрек джона вильямса там-там-та-та-та-та согласитесь на этого конька очень легко присесть сыграв на чувстве любви к тому к чему ты сам отношения не имеешь именно поэтому ничего хорошего ждать от новых звездных войн не стоит конечно же это не отменяет возможности появления хороших продуктов в рамках этой мертворожденной вселенной проекты вроде падшего ордена и мандалорца могут выйти хорошими могут только вот наблюдать за ними ты будешь уже без особой любви и трепета ведь новая вселенная звездных войн недостойны толики того к себе отношения что заслужило старое но и опять же диснея это не та контора которая будет делать фильмы с душой так что надеяться на качественные изменения под их крылом это истинное безумие они же во всем верны себе думаете почему они отдали права на издание игр по вселенной я компании которую игроки ненавидят за то что она губит вселенная да именно потому что я это та самая компания которая умеет выжать максимум денег от вселенной прежде чем то откинет коньки потому что дисней увидел я самих себя им обеим плевать на то что станет со звездными войнами их интересует только прибыль именно поэтому джей-джей абрамс жалуется на то что сроки для выхода 9 эпизода ему поставили просто конские что там нормальный фильм снять не успеть но диснею плевать также как было плевать электроник арсом который в свое время запороли выход вторых рыцарей старой республики по той же самой схеме а на все возмущения фанатов можно будет снова заявить что это все рюйские хакеры попытались изменить сюжет и вообще все негативные отзывы пишут русские тролли это не шутки после восьмого эпизода они именно так и заявляли ох уж этот же 12 везде то он свой нос сунуть успел светлой ему память и все это покрыто коричневой нугой из популярного что тогда что сейчас критиканство новой трилогии точно с первого по третий эпизоды и это на фоне ты новейший которую те же самые критики умудряются хвалить хвалить за то же за что ругает новую трилогию неподкупность нет не слышали на самом деле мне очень грустно говорить все это ну что ж поделать дамы и господа не идите кинотеатры на новые звездные войны я знаю первая ваша мысль а что я могу сделать подумаешь один билет они так деньги и лопаты гребут тут логика та же что с благотворительностью ты капля в море но море из капель и состоит если думать что ты ни на что не влияешь что ты ни на что не повлияешь никогда и нигде и они прекрасно об этом осведомлены поэтому и пользуются этим а вот возьмите и не идите всем на зло они все равно появится в хорошем качестве через некоторое время на таррентах вот там и посмотрите спецэффекты да как удивительно видеть спецэффекты в канун двадцатого-то года хотите быть в курсе событий вселенной а вы уверены что на того стоит пустая трата денег поощрение от вас для бездарей сходите лучше на то же холодное сердце 2 того же диснея или на аниме который сейчас крутит на что угодно сходить если уж хочется но не на это убожество звездные войны мертвы когда-нибудь мы и я в том числе и смиримся с этим но это не повод плясать на их костях и